Водолазы обследовали побережье на Лонжероне. Сделали это специально накануне крещения с морского дна. Подняли кучу железных предметов, которые являются травмоопасными для людей. Говорят, организовывать купание, как в прошлом году, не будут. Но в соцсетях увидели, что люди все равно планируют прийти, несмотря на карантин. Что подняли с морского дна, на этот раз смотрите в сюжете. Улов сейчас, к счастью, невелик. Море чистится потихоньку. Накануне крещения водолазы традиционно обследуют побережье. На этот раз опасные предметы искали на Лонжероне. Нашли маску старую. Кульков там много, я только часть сделал, чистить. Обычно часто под водой встречаются вот такие вещи. Это люди пьют разного вида напитки, почему-то кидают в воду. А металлические обломки человек может серьезно травмироваться или подхватить инфекцию. Поэтому спасатели запрещают прыгать с траверсов. Если человек порежется об этот металлический предмет, получит заражение кровью, никто не знает, что будет дальше. А любой предмет, который угаляется, он точится в воде, песок его точит, как брифа. И человек наступает, получает очень колото-резанные раны, часто попадает в больницу. В этом году централизованное купание на Крещение город не организовывает. Но морское дно все равно решили почистить. По соцсетям мы понимаем, что большое количество людей все равно придут на пляж. Поэтому мы будем уже работать в обстановке. Одесситов призывают воздержаться от участия в массовых мероприятиях. Но если все же придете на Крещение на море, медики советуют погружаться в воду медленно, чтобы не получить переохлаждение. И следует не заплывать более чем на 200 метров от берега. Ведь водолазы обследуют дно только до буйков. Ксения Сетинская, Валентин Мирза, Седьмой канал.